Под окнами тихий стук, мой шаг легкий как паук. И я в этом видео не буду показывать, не буду демонстрировать геймплей, никаких видео, фото и так далее. Я коротенечко подведу итоги, на что стоит собирать, на что стоит заморачиваться, сильно ли влияют корабли на балансы в игре. В общем, ответы на самые-самые сочные вопросы, которые задали мне непосредственно на самом стриме. Достаточно тяжело понять, что будет, что это огромный объем информации, да, огромный объем информации. И очень тяжело мне объяснить вам, что такое корабли, не демонстрируя геймплей, да. И это очень тяжелая работа, поэтому давайте вместе дождемся финальный релиз, да, как это будет. Но уже есть момент, который точно можно сказать, что корабли в игре никоим разом не повлияют существенно на баланс сил, но внесут эксклюзивный опыт, игровой опыт, которого не было ранее. Более того, они, как мне кажется, становятся неотъемлемой частью игры. И к чему я очень рад. Я считаю, что корабли получились очень-очень хорошо. Ну, давайте разбираться, что там, как и итог. Но перед началом видео отдельное спасибо спонсорам канала. Всего от 99 рублей в месяц. Это ваша благодарность за мои труды. Вам не сложно, а мне приятно. Яшумицу, Свертухи, Мистер Костомаров, Элизар, Шаман, Эклер, Динсман, Ян Ангел, Готфраер, Алексей Котов, Артем, ну и, конечно, Кирюха. Спасибо вам большое. Поехали. Итак, господа, смотрите. Значит, чтобы вы понимали, что такое корабли, надо понимать, к чему готовиться. Первое. Вам понадобятся ресурсы. Военное финансирование, нефть, стали, дерево, доски и так далее. Для чего? Для того, чтобы построить верфь или доки или, ну, в общем, место, где хранятся корабли. И это улучшить до 32 уровня. С учетом еще двух дополнительных слотов под основные, под дополнительные юниты морские. Значит, для этого нам с вами понадобится очень много ресурсов. Поэтому начинайте копить уже сейчас, да. Ориентировочный релиз кораблей это октябрь-ноябрь, если кто не в курсе. Да, примерно в это время выйдет. И ветка технологий не сразу будет доступна нам с вами. Поэтому ресурсы копите на ветку технологий. Это уже, по-моему, too much. Можно копить ресурсы, при этом прокачивая стены, прокачивая текущие технологии. И, безусловно, не пылить их на какие-то дополнительные финтифлюшки, которые вам особо сейчас и не нужны. Далее. Головы офицеров. Да, безусловно, понадобятся головы офицеров. И пока на данный момент, я не знаю, может быть, это поменяют, но пока на данный момент на один корабль можно будет установить одного офицера. Не двух, как наземка и воздух, а одного. Это, конечно же, это все могут поменять. Это, я говорю, то, что сейчас происходит. И это очень хороший подход. Мне очень нравится, что на корабле используется только один офицер. В этом случае можно будет делать одного офицера, но прям, ну, создавать, я имею в виду, с нуля одного офицера разработчиком. Но при этом он может быть вообще супер-эмбой, как, допустим, два наземных офицера. То есть там и бешеный коэффициент урона, и большие циферки, и так далее, и так далее. Это, кстати, очень интересный экспириенс, очень интересный подход, когда нужно будет делать не комбо, а выбирать конкретно одного офицера. Что касается самих кораблей, господа, вы должны понимать, что они очень сильно отличаются друг от друга. То есть это особый опыт, который понадобится для того, что... И вам нужен будет альянс для того, чтобы комбинировать все возможные сборки этих военных кораблей. То есть есть у нас на земле, есть с вами, допустим, ЛТ, Флаг, Маус, да, то есть Катюша. Те юниты, которые отличаются друг от друга, и они не повторяются в других лагерях. Абсолютно то же самое сделано и с кораблями. Всего существует шесть типов кораблей, и это прекрасно. Это прекрасно. Это заставляет игроков думать головой, как, во-первых, действовать против врага. Это не тупое закликивание мышкой, да. Это ни в коем случае не какая-то супер-вундервафля, а какая-то супер-оружие, которым вы можете и арту сносить, и там базы сносить, и юниты сносить, и при этом все вы просто всех сносите, да. Каждый корабль уникален. И я вчера обратил внимание, что почти у каждого корабля есть характеристика по нанесению урона по зданиям. Они небольшие, да, допустим, не как у артиллерии, а дополнительные проценты урона при нанесении по зданию, соответственно, получается, что все типы кораблей, почти все типы кораблей, могут наносить урон по зданиям, который будет увеличиваться. Однако, однако, вот такого корабля-артиллерия, да, который может и убивать всех, все корабли, и при этом сносить здания, нет в игре, нет. И слава богу. То есть это нас подводит к тому, что если вы хотите сносить базы, то делайте один тип кораблей. Если вы хотите сносить юниты, делайте другой тип кораблей. А если вы хотите, чтобы ваши юниты не сносили, вот эти вот, которые хотят вас снести, делайте третий тип кораблей, который будет конкурировать. И вот такого супер универсального совета, а что мне прокачать, он не будет работать с кораблями. Сто процентов. Тысяча процентов. И в этом случае надо задумываться о том, кем вы являетесь в игре Warpatch. Кем вы являетесь. Если вы соло-игрок, вам будет очень тяжело освоить корабли. Плюс-минус всего несколько типов кораблей, которые будут вам интересны. Но соло-игрок с обычными вот этими уникальными кораблями не особо сможет навести шороху, скажем так. Корабли это прям история про команду, история про альянс, история про совместную работу, про стратегии и тактики. Вот это вот про это корабли. И основываясь на тестах, которые я проводил, да, и я могу вам сказать, что корабли, связка корабль плюс истребитель безумно-безумно важны. То есть доминировать на флоте, если вы не доминируете воздухом, будет невозможно от слова совсем. То есть если на земле вы еще можете без доминации воздуха грызть и откусывать врага, потому что у вас одинаковая дистанция по нанесению урона, за счет наличия определенных типов кораблей, у вас не будет преимущества, что вам приходится идти в близкий контакт. И, соответственно, вас просто разбомбят с воздуха. И это круто. То есть у нас истребители, и остребители, и бомбардировщики, это тот тип юнита, который нужен и в наземных операциях, и в морских операциях. И истребители нужно прокачивать 100%, 1000%, миллиард процентов. Поэтому те, кто из вас только начал прокачивать истребители, делайте упор на них. Для тех, у кого истребители, первая ветка, допустим, закрыта, то вы можете, естественно, в том числе посмотреть и опробовать корабли. Потому что для вас это будет прекрасный опыт. Но без истребителей выигрывать флот будет достаточно тяжело. Влияет ли этот флот конкретно на игру? То есть можно ли будет при помощи флота захватить всю землю, уничтожить там всеназемные войска? Нет. Флот это вспомогательный род войск. Флот выигрывает морские сражения, выигрывает морские награды. Да, то есть там условно форты, блиндажи, которые будут установлены на воде, и которые будут позволять заходить во вторую, в третью зону с воды. По воде можно спокойно перемещать базу. Она превращается не в грузовик, а в баржу такую, большой корабль. С воды на землю можно спокойно переходить, с земли на воду тоже спокойно переходить. Я имею в виду грузовиками. Отправлять одновременно юниты вода плюс земля не получится. Не получится. Вы либо, если у вас база расположена в воде, играете водными юнитами, если база расположена на земле, играете наземными юнитами. Но воздухом вы можете играть абсолютно во всех ситуациях. И если вот это все соединить в одну тему ролика, вот прям все соединить в одну тему ролика, что нам дают корабли? Корабли нам дают с вами уникальный игровой опыт, уникальный игровой опыт с механиками и возможностями комбинировать земля, вода, суша. Без дисбаланса, без перекосов в какую-то сторону. Я очень сильно переживал, что корабли будут очень сильно доминировать над землей, вследствие чего, соответственно, надобность земля пропадет и просто все будут воевать. Нет. Часть альянса так и останется на земле. Часть альянса уйдет в воду. Часть альянса уйдет и земля-вода будет туда-сюда перемещаться. Часть альянса останется на воздухе, как и было ранее. Поэтому все это в совокупности, все вот это в совокупности, друзья мои, никаким образом не делает перекос. Это делает баланс в игре, когда вы можете тем или иным способом, интересным вам, взаимодействовать с участниками вашего альянса. Посредством дискорда или чата или еще каким-то способом. Мессенджерами всякими разными, чтобы продумывать стратегии и тактики по уничтожению врагов. По поводу каких-то нюансов и особенностей теста, рано судить, потому что тест не финальный. Это не финальная версия игры. Все может поменяться 150 тысяч раз. Но что точно не поменяется, господа, это сами корабли и их взаимодействие друг с другом. То есть баланс в рамках каждого лагеря, в рамках каждого корабля. И механика их стрельбы друг по другу. Вот здесь вот я в восторге. Здесь безумно прекрасный опыт игровой я получил на этом тесте, чему очень рад, чему очень рад, что я туда попал, что меня туда позвали. Это очень хорошо. И вот эти вот механики... Я лишь хочу сказать огромное спасибо разработчикам за то, что мне создали какой-то перегиб в какую-то одну сторону, где какой-то юнит в самом начале будет сразу разруливать. То есть у нас с вами есть наземные юниты, где, скажем, царица полей. Это у нас арта, артиллерия, да, царица полей. И без артиллерии ничего мы в поле не сделаем. Вот с кораблями там не все так просто. Там нужны прям все-все-все-все-все типы кораблей. И прям балансить. Балансить, балансить. Я имею в виду балансить внутри альянса ваших игроков, чтобы каждый выбрал нужный им опыт. Вот. И если вот так вот все вот это вот все посмотреть, я надеюсь, что в будущем будут тесты, на которые нас также позовут. Может быть, я сделаю стримы. Но еще раз, то, что я пытался объяснить вам на стриме, достаточно тяжело сделать без демонстрации геймплея. То есть, вы представляете, добавляют одну треть нового контента с новыми там офицерами, с новыми юнитами, с новыми механиками. И это нужно объяснить без демонстрации геймплея. Это безумно тяжело сделать. Поэтому вы должны для себя, если ничего не поняли, да, вы должны для себя понять, что корабли – это круто. Я одобряю. В общем и целом, с вами был Аготик, с вами был Сократ. Подписываемся на канал, ставим лайки и удачи в будущих видео. В смысле, до встречи в будущих видео.